Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Рашворд. С вами я, Юрий Геминфарб. И сегодня у нас в гостях капитан первого ранга ВМС США Гарри Юрий Табах. Добрый день, Юр. Привет, привет, ненавистный нам Израиль. Привет. Юр, дело в том, что несколько часов назад на сайте Евроньюз было размещено сообщение о том, что власть США призывает своих граждан, находящихся на территории России, срочно покинуть эту страну, объясняя это тем, что лица с двойным гражданством могут попасть под мобилизацией, причем призывают покидать любыми путями. Формальное объяснение-то вроде бы логично, но дело в том, что 7 месяцев подобный фокус уже был. Когда посольство США в Украине призвало своих граждан немедленно покидать Украину, само посольство переехало во Львов, и через сутки началась война. Мы знаем, что американская разведка зарекомендовала себя за последние полтора года на высшем уровне. Вопрос, это война назревает между Россией и Соединенными Штатами, или есть какие-то иные причины? Ну, Юра, разведка я не знаю, у меня другие отношения с разведкой всегда. Знаешь, это та же разведка, которая сказала, что Киев падет 48-72 часа, это та же разведка, кстати. Но ситуации серьезные, ситуации серьезные. Конечно, призывали бурятов, дагестанцев, что-то не очень хорошо это идет. Сейчас потом призывали зэков, теперь сейчас уже начнут призывать американцев. Американцев начнут призывать, похоже, чтобы воевать с НАТО. Где, с какой НАТО они там воюют, я не знаю, но, конечно, хочется там пошутить, знаешь, ситуация чрезвычайно серьезная, понимаю, да. Автоваз сказал, что выпустит 300 тысяч лад, новых лад. 300 тысяч новых лад и 300 тысяч новых призывников. Совпадение? Не думаю. Да. Но это не смешно, потому что ситуация, правда, какая-то накаливается. Что-то происходит, что-то происходит. Когда посольство призывает американских граждан, насколько я понимаю, это не только людей с новым гражданством, а всех американцев. То есть не только, вообще всех. Окей. Всех американцев и всех сказали, чтобы в Россию не ездили смотреть на духовность, на скрепы и все остальное. Значит, прогуглите в гугле, посмотрите в интернете. Сами не езжайте. Это серьезная ситуация и более того, я скажу, что серьезно, что риторика в Вашингтоне поменялась. Из Белого дома мы пока ничего не слышим, но я думаю, потому что Байдена уже не выпускают вообще, чтобы он говорил, потому что он теряется на сцене, он не знает, куда идти. Это выглядит комически. Но это не комически, это выглядит жалко, можно сказать так. Ну, мучают старика. Я небольшой его поклонник, но так уже невозможно это. Но Белый дом говорит, потому что система говорит. И вот Белый дом заговорил совершенно другим языком. Салливан. Салливан, да. Салливан вышел и сказал, что, мол, так дело не пойдет, братуха. Так дело не пройдет. Если раньше он говорил, и он был напряжен, это было видно, напряжение в его лице. Он сказал, что, слушай, это довели страну, мы довели, но доигрались как бы. Хватит, все, дальше уже некуда. Уже ты ядерной кнопкой тут нас запугиваешь. Поэтому он сказал, что если он раньше все время говорил, что мы делаем все для Украины и даем все инструменты для Украины, чтобы она могла иметь выигрышную позицию за столом переговоров, то есть они пытались вытолкнуть на переговоры, то сегодня он уже сказал, что мы все сделаем для Украины, для того, чтобы у нее была выигрышная позиция на поле боя. А уже не на переговорах, а на поле боя. А на войне, да. Мы это слышали до этого, а то, что перевернем землю с небом, что дадим все необходимое. Land lease подписали, мол, дадим все-все-все, но мы знаем, что все это тоже такое было бла-бла-бла, пустота. Но сейчас риторика поменялась. Более того, Плинкин вышел говорить 6 часов после того, как похоронил отца. Конечно, это серьезно, 6 часов ты хоронишь своего отца, и ты выходишь и говоришь, и Блинкин тоже сказал, что вот это вот, что мы, мол, с ними, мы им передали наши, мы не будем там оглашать это все, там, все такое. Но, мол, мы жест, и у нас, мол, есть план, как действовать против, если Россия использует ядерное оружие. Но это такие уже серьезные, и тоже Блинкин человек, который, опять же, ты знаешь, я не поклонник этих людей. Но Блинкин, он не дурак, и он опытный, тут никуда не денешься, он выдержанный. Но все равно было видно, что он напряженный. Значит, они напряглись, пацаны эти напряглись. Ну, и мы знаем, что даже в китайце наш уважаемый товарищ Си сказал, э, ты там это, не шали. Поэтому, конечно же, весь мир сегодня в напряжении, и мы смотрим, что будет происходить дальше. Но пока что ничего не объявлено, чтобы передать Украине. Они, опять же, деньги какие-то выделяются, еще какие-то 10-11 миллиардов, чтобы такое не сказали. А, миллиард 100 миллионов. Миллиард 100 миллионов. Дополнительно. В сравнении, это три дня в Афганистане, по 300 миллионовый день, примерно. Но никакого наступательного оружия нет. Опять, это все только оборонительное, и все только вот то, что вы получите. И пока ленд-лис не пойдет, пока ленд-лис не начнется, это будет продолжаться, я боюсь. Поэтому я призываю всех тех, кому Украина и вообще уже весь мир не безразличен до игры, продолжать давление на администрацию США, чтобы ленд-лис пошел в Украину, чтобы Украина получила все необходимое, чтобы разбить российскую армию в пух и прах. Они мобилизуются, они концентрируются. Батька тоже что-то задумал, что-то там у них движуха, у батьки тоже. Они, насколько я понимаю, довольно-таки официальное лицо с Украины выступило, это я от официального лица говорю, что там идет усовершенствование железных дорог, то есть готовится к перекидыванию войск железной дороги, и что по интендантским каким-то там книжкам еды нужно, жрачки нужно на 120 тысяч человек. То есть, видимо, они собираются перекидывать войска туда. Может быть, новомобилизованные, может быть, нет, этого я не знаю. Но то, что что-то, какая-то движуха началась, то это заметно. И это она началась во всем мире. Правда, недавно, несколько дней тому назад, Шульц уже тоже прогнулся, сказал, что даст Леопарды, даст бронетехнику Украине. Но Белый дом ему сказал нет. Нет, никакой бронетехники Украине. Никакого, опять же, пока что, никакого наступательного оружия для Украины нет. А вот буквально послезавтра это уже 1 октября, новый финансовый год. Означает ли это, что с 1 октября все-таки может поменяться ситуация с оружием в Украине? Я надеюсь, что ситуация поменяется через час всегда. Но 1 октября это было закидано человеком, который фамилию ты не хочешь произносить, майор КГБ. Скажу по-латыни, который как потеет по идышу, потный. Ну ладно, ладно, понятно. Это он закинул, что 1 октября, и что это привязано к финансовому году. Land lease в том-то и означает, что ни к какому финансовому году он не привязан. У него бюджета нет. То есть не надо президенту определять бюджет, и чтобы его утвердил Конгресс. Конгресс отдает это право президенту. То есть он упрощает всю систему, всю бюрократию. Упрощает систему, чтобы как можно быстрее, как можно больше президент дал для победы над фашистской Германией. Поэтому вот это с октябрем они придумали, это отмазка для Байдена. Придуманная, думаю, что КГБшниками. Придуманная вот эта оттягивая, чтобы его прикрыть. Но Land lease к этому никакого отношения не имеет. Шесть наших сенаторов, по-моему, в июле еще сказали, надо идти в обход к Белому дому напрямую к Пентагону и к Министерству иностранных дел. Четыре из них было республиканцев, два демократа. Недавно глава республиканской партии Меканел предложил, чтобы выдали новый закон, что, мол, не только президенту развязывают руки давать Land lease, а что еще новый закон, что президент обязан это делать. Он должен делать и давать все, что у него просит, такой закон выпустить. Но, к сожалению, так как он возглавляет меньшинство в Конгрессе, он не может внести этот закон, это должно внести только Плосе. Поэтому если что-то и будет, как я думаю, то это только если, дай бог, в ноябре республиканцы возьмут Конгресс и Сенат, и только тогда протолкнут это и заставят президента давать все, что они захотят. Примерно то же самое, когда, ну это сделал по-волонтерски, он сам это решил сделать, как и Трамп сделал это, когда он отдал свое право вето на санкции против России. То есть, если Конгресс решил ввести санкции против России, президент не имеет права наложить на это вето. Но это он сделал сам, он добровольно отдал это право, этого козыря из своей колоды. Ну вот, будем надеяться, что что-то такое случится в ноябре. Октябрь, это абсолютно придуманная фигура, и никто, нигде, никакие официальные лица никогда не говорили. Я про это писал Арестовичу, почему он говорит про 1 октября. Арестович мне ответил, что он больше не будет так делать, он больше не будет говорить, но все равно он делал. Я это говорил, Юлий Латыниной писал, Жданову писал, ну всем вот этим, я не говорю о Пинтковском, это тоже без толку. Но вот таким адекватным людям я писал, я говорил, откуда вы взяли Наталья Масичук, она мне тоже ответила. Он сказал, да, ну надо разобраться в этом. Журналисты должны разобраться в этом, это ваша работа, как бы, как разведчики. А просто повторять то, что вкинул КГБшник, я думаю, что это полезные или идиоты, или просто вредители, а может быть, на соровских или на демократических бабках сидят, не знаю. Дело все в том, что какая разница, почему люди это делают, почему это говорят. А Гордону я несколько раз тоже это говорил, он тоже настаивал на 1 октября. Ну все они, Киселев, все они настаивали на 1 октября. С чего они это взяли, где это написано, откуда-то этого нет. Понятно. Юр, спасибо огромное за ценнейшую информацию. Друзья, я напоминаю, вы слышали точку зрения капитана первого ранга ВМС США Гарри Юрия Табаха. Ну я напоминаю и другое. Выводы делать только вам. И, конечно же, слава Украине. Героям слава. До встречи, друзья. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!